Ну, я могу вбросить тейк, что средних веков не было никогда, и, значит, все, что мы знаем про средние века, это литературный вымысел 15-16 веков. Ну, это, да, это есть такая концепция. Носовский, Фоменко... Николай Морозов. Да, кстати говоря, у этого Ньютона была эта концепция в первые разы. Да, да, так первый теоретик новой хронологии. Да, да, новая хронология. Ну, и, кстати, обратите внимание, что это высокоградусные масоны этим занимались, новой хронологией, потому что они пытались подорвать авторитет церкви через то, что вот церковь, она выдумала, что у нее история древняя, а на самом деле это все там недавно появилось. Вот первый теоретик был, значит, этот самый Ньютон, который вообще по взгляду, он ближе всего к арианству был, да, или вот, допустим, даже к исламу, может быть. А потом, значит, вот Николай Морозов тоже высокоградусный деятель, и дальше вот Масовский, Носовский и Фоменко, но я не знаю, мне не нравится их реконструкция мировой истории. Мне вот больше нравятся Жабинские и Калюжные, у них как-то все вот веселее и интереснее. Они в 90-е были популярны, но потом... Я привержен из более традиционных взглядов к истории. Нет, я понимаю прекрасно это. Я тоже, мне просто нравится угорать по всяким фрическим теориям, то есть они меня забавляют. Это как бы очень интересно, как такая интеллектуальная гимнастика, то есть всякие концепции, там, Купцова, Кургиняна, там, я не знаю, новая хронология, очень такой, там, Галковский какой-нибудь. То есть это весело, интересно, и это такое вот как фантастическая или фэнтезийная литература, скорее, мной воспринимается. То есть это весело.